добрый день дорогие друзья явно вас всех приветствую на своем канале и сегодня у нас опять видео в режиме болталочки у меня нет информации чтобы вам допустим показывать влоги по той причине что я вчера включила режим золушки и все переделала у меня сегодня только я сварила овощи на окрошку вот крошечку еще не делалось делаю попозже после того как видео сниму и когда будет редактироваться выставляться я сделаю окрошку вот и все то что я могу вам сказать но это насколько там времени вот я за минуту вам все рассказала поэтому моточек я сейчас вначале провяжу а потом вам покажу так поэтому мы сегодня с вами опять проведем время тесном кругу наших зрителей подписчиков друзей подруг и так далее и если кому-то нравится такой формат видео или тем кому нравится такой формат видео а он нравится я вижу многим оставайтесь со мной и начинаем татьяна борисовна и ирина добрый день сиреневый цвет символ таинственности и загадочности это мой любимый цвет и даже есть стихотворение сиреневое настроение в нем несколько вариантов названия кофточки а если ты не спишь что выглянь сад и пусть тебя бессонница не мучит а может это тот счастливый случай когда к нам проникают чудеса сиреневому солнцу поутру сиренево потянется живое на подоконнике сиреневом алое призывно расплескалась по стеклу а где-то там сиреневом лесу стают зарюсь стают зарю сиреневые травы и пряные весенние приправы в небесный выливаются сосуд а впереди сиреневое лето и нежится сиреневая гладь ирина я цуненко ну да все сиреневое спасибо вам большое за то что вы прислали такое стихотворение и у меня вот такая сиреневая кофточка да вы правы сиреневое утро но у меня по-моему уже есть такая такая кофточка спасибо вам большое за такой прекрасный комментарий елена давыденко ирина привет смотрю твою болталочку за окном идет снег сегодня 19 июня как хочется тепла скатерь продолжаю вязать получается очень нежно и красиво но и лена работает там где снег снег еще стоит лена забралась ты туда далеко поэтому ну что я вот тоже живу здесь на югах градусник показывает 23 а у меня в квартире 27 ну то есть за бортом 23 а в квартире 27 включала кондиционер а что делать потому что ну стены прогрелись и тепло в квартире благо что сейчас есть такая возможность не душиться от этой жары прошел дождик душно на улице надежда коваль добрый вечер ириша кофточка французская горная лаванда мне показалось больше подходит чем фиалка и сирень а вот в работе на кокетке сейчас лаймовая ажурная наверное подойдет лайм а вообще-то любая вещь связанная с душой и в названии не нуждается цвет модели душа вот и все будет красиво потому что вы сама красавица спасибо вам большое огромнейшее спасибо за ваши версии названий так валя валентина наконец я вывязала рукав на кардигане так все медленно жара с такими темпами вязание плавает у меня но все равно продвигается не буду завидовать но от души порадуюсь за других нам же никогда не угодить что жарко то холодно ну уж как есть да я с вами очень согласна на улице мороз нам плохо на улице жара нам плохо я могу говорить только за себя я люблю вот нейтральную температуру чтобы было не холодно не жарко вот это меня устраивает на так вот конечно же вот я же говорю что я вчера вот ходила оставила кондиционер вот тот который у меня стоит в комнате я уже как-то в своем видео говорила о том что небо и земля тот кондиционер который стоит на кухне этот который стоит в комнате если бы не бульканье так вообще никаких нареканий я пришла с улицы у меня в квартире 20 градусов представляете на улице там наверное около 40 было потому что это часов десять я ходила утра в квартире 20 ну хорошо я конечно не пошла сразу отключила кондиционер я же пришла мокрая и здесь в кухне посидела пока остыла потом уже пошла туда в комнату отключила кондиционер быстро нагревается по крайней мере не не до 40 градусов это хорошо а по поводу вязания да друзья вот даже несмотря на то что у меня кондиционер работает и я ну градусники я смотрю на градусник да там допустим средняя температура 23 25 но мне вязать жарко потому что как бы там не было бы нормально в квартире ну то есть внешне а когда ты вот таким изделием накрываешься все равно становится жарко а я вообще привыкла вот сейчас данный момент я иной раз вообще раскрытая сплю а если уж под утро прохладно становится я тогда укрываясь тоненькой простыночкой я хожу вот в топиках и в шортах не люблю чтобы что-то было много на теле если я дома ну вот такой человек все мы разные кто-то наоборот на себя одевается я сегодня разговаривала с моей знакомой с подписчицей мы живем здесь рядом она говорит на улице холодно я не знаю ну как на улице 23 даже даже если 23 градуса но как может быть холодно я не знаю если вчера было 40 там ну никак не может до такой степени остыть чтобы было холодно но опять же я же говорю вот кумушка у меня она тоже постоянно говорит о том что она любит тепло чтобы жарила потому что вот она любит жарится на солнышке я говорю люблю нейтральные температуры так лена денисенко ирочка французскую кофточку можно назвать прованс или лаванда а зеленую с ажурной кокеткой липа так называет так цвет пряжи с которой ты вяжешь здоровья тебе добра мира благополучия легких петелек спасибо лена за твою версию надюша шахунова я не понимаю ведь и диет как можно есть то чего не хочется даже в рот брать надюша я с тобой согласна я понимаю так что тебе хочется на данный момент то и и кушай ну конечно в пределах разумного кушать нужно чтобы не пузо набивать а получать удовольствие согласна поэтому кушай ирочка что твоей душе угодно и радуйся жизни пока живем мой муж был привереда в еде как заболел то чем только не пыталась его порадовать ничего не хотел есть недаром говорят ешь пока рот свеж а кто желает себя изнурять диетами считать калории пусть занимаются поэтому и злые такие что нет радости но не знаю может у них нет фотоаппарата поэтому они такие злые как этот из кота матроскина из мультика да я почему такой злой был потому что мне не было вот этого ружья которое фотографирует да вот я с вами согласна надюша по поводу того что вот вот моей жизни редко бывает такое что ну живу я одна дети далеко ой не хочу на эту тему короче распространяться и я готовлю то что я хочу это не значит что я тут сижу и объедаясь никто из тех кто пишет никогда ни разу не был рядом со мной не видел в каких количествах и что я ем а то что я готовлю и показывая опять же шанично за скоком заскочили посмотрели сделали свои выводы написали побежали на другой канал опять следить да но опять же я уже сколько раз говорила вот мне там даже пишут о том что вот если даже человек написал он же ничего не не со зла он же типа хорошего хочет друзья мои я своей жизни сидела на на разных диетах на каких я только не сидела вот я начала говорить о том что я уже говорила но если у вас как говорится поздно пить боржом если почки отказали если вы расположены к тому что вы постоянно поправляетесь вы по-другому уже природу свою не измените кроме как ломать ее но я говорю я и так такие нагрузки на свой организм разные делаю что если я еще есть не буду то вы меня извините то тогда нужно ложиться и сразу помирать а в меру есть я как бы считаю что да должны в меру все есть не знаю я уже раз тоже не раз говорила посмотрите на меня вот на начало введения моего канала в каком весе я была я была конечно помоложе но может быть я поправилась того момента килограмм на 5 но не более я я если честно не помню тогда но сейчас очень тяжело я же говорю у меня плюсом 5 туда-сюда не все время бегали то я на 5 килограмм поправлюсь то я на 5 килограмм похудею вот так у меня все время этими и это скорее всего что зависит даже не от моей еды которую я ем а от того что я уже рассказывала что у меня гормональное лечение как только я начинаю лечиться курсы принимать я сразу начинаю поправляться а потом после того как там проходит иное количество времени немного начинаю как бы возвращаться в тот вес которым я была вот и я никому никогда ничего не навешивая я даже если я показываю что то что я готовлю там пирожки или еще что то тот человек который не хочет он этого делать не будет а тот кто хочет он примет сведению и приготовит да потому что у каждой хозяйки свои рецепты и прочее и все равно никто святым духом не питается правильно же хоть что-то но все равно кушают нина ножного кофточки яркие красивые рада за тебя ирина что тебе нынче комфортно сейчас тоже задумываясь насчет кредита начала осенью копить на остекленение балкона пока копила цены ускакали как кони галупом но вроде исправляюсь без кредита балкон уже заказан по расчетам через неделю должны поставить у меня одной во всем доме не остеклен балкон здоровья и легких петель ой ну у нас не 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 во всем доме и он меня в общем-то остеклен просто не не пластиковые окна скажем так и и я уже по-всякому и так и сяк думала что может быть облагородить его с внутренней стороны да и пусть себе стоит но не знаю конечно вот если там допустим купить краску просто покрасить освежить да там зашкурить покрасить освежить окна пускай там допустим даже я своими силами понизу это сделаю а вверху там кого-то пригласить но не знаю я уже по всякому думала но в этом году и ничего делать не буду потому что сейчас лето жара началась и это надо либо осенью делать либо ранней весной пока жара не наступила в общем решила пока пока еще повременить а дальше время покажет всему как говорится свое время кто его знает что у нас ждет завтра да я же говорю человек во время этого урагана который в москве был шел и на него упало дерево а вот люди которые сгорели заживо в этом в помещении разве ша не думали ли те которые пошли на концерт мы вообще не знаем что сколько нам там по времени отведено и и вообще что завтра будет послезавтра до живем живем сегодня радуемся жизни вот сиюминутно а что будет завтра время покажет и будем настраиваться только на хорошее на то что будем жить до до ста лет некоторого я же говорю сейчас столько всего смотришь я вот видела женщину показывали 123 года она еще в своем уме рассказывает там что-то и такая огромная семья у нее вот так вот долгожители кому сколько на веку написано так любовь захарова здравствуйте ирина во время видео вы говорили про рядности в вязании хлопка мне знакомая посоветовала использовать спицы кнепро кубики я попробовала и мне кажется что правда рядность стало меньше теперь использую их еще на валберес переобрела китайские рифленые кубики они недорогие но не хуже чем ади и единорожки частенько там бывают акции спасибо за ваше видео у нас в челябинске тоже жара вот под ваши ролики сижу и вяжу круглую кокетку джемпер удачи вам и творческих начинаний если вам не сложно вы не могли бы прислать ссылку на вот эти китайские рифленые которые вы говорите я вообще первый раз слышу про китайские рифленые да как бы у меня есть ади новел да но у меня нет спиц таких как два с половиной три один новел у меня начиная внутри они есть может быть но они у меня где-то задействованные лежат так как у меня ходовые в основном два с половиной три три с половиной спицы они конечно же у меня в работе постоянно ну что я довязала с изнаночной стороны свой кардиганчик или кофточку кардиган же это у меня да французская кофточка я отвязала еще один рапорт вот вот вяжу помаленьку потихоньку так глядишь к сезону и свяжу ну как бы я не отхожу пока от своего так сказать распорядка дня провязывать хотя бы минимум два ряда то есть ряд по лицу и ряд по изнанке да вот и в общем то пока придерживаюсь этого так это у меня французская а это у меня нулевой реглан реглан и я только что примерила нулевой реглан на себя все отлично симпатично видите как я примеряю у меня каждая деталь на своих спицах поэтому вот вы говорите зачем вас столько спиц пробовала я вот эти вот шнуры которые вы там рекомендуете на шнурах мне не нравится честно ну опять же кто на что учился кому-то нравится кому-то не нравится раз ну как выпустили раз это востребовано значит кому-то это нужно но как говорится на каждый товар есть свой покупатель поэтому конечно же я ничего против не имею если кто-то пользуется а я вот так вот по старинке на спицы перекинула мне сразу четко все видно какой длины вот спинка да примеру я вот перекинула на спицы какой длины спинка ширины не длинны какой ширины рукав сразу я могу допустим вот рукав посмотреть сколько мне здесь надо все перед вот сейчас нужно мне вязать и замыкать так где у меня начало ряда сейчас так ну что продолжаем спасибо спасибо вам большое что вы поделились своим мнением своим опытом ну и мнением по поводу китайских рифленых спиц да я же говорю я например впервые про это слышу и по поводу рядности так и дальше любовь захарова пишет посмотрела ваше видео да начало процесса всегда почему-то так много времени отнимает я думала что только у меня казалось не только мы купили новый бурбулятор для аквариума я тоже не спала всю ночь я вас понимаю но на другую ночь я купила беруши и спала как убитая может вам и не нужен мой совет всегда а тогда простите за мою наглость давать его спасибо за ваше видео нет ну о чем вы говорите какая наглость дело не в том что там это наглость совет или еще что-то я уже опять же повторяю неоднократно что все мы разные вы не представляете прежде чем улечься спать мне надо чтобы нигде ничего не давило чтобы никакой обуарка не было чтобы вот принцесса на горошине я сама себе смеюсь наташа с меня постоянно смеется тоже я там ей начинает там рассказывать по поводу того что и этот не так и то не так особенно когда не могу уснуть мне все мешает и там где то чего то давит и там где то чего то а я не могу сама себя смеюсь а что делать но что делать я не знаю вот такой я человек а если у меня будут беруши в ушах вы что я не усну не усну ни разу вы что тут вот сделали же и вчера она мне лаком скрыла волосы да и получается там же дела как утолщение так вы что я замучилась распрямлять эти волосы чтобы уснуть вот и смех и грех ну уснуть уснула и может быть от этого и плохо спала потому что проснулась сегодня в 4 часа ну я конечно на дождь это я грешу потому что я всегда когда там дождь метеозависимая у меня постоянно сна нету вот и поэтому конечно ваши все советы я читаю и они не лишние но я не могу с перушами спать у меня кстати есть очень замечательные беруши импортные какие-то я их еще покупала когда жила в москве потому что когда жила в трехкомнатной квартире же там же в соседях у меня семьи жили и все по-разному приходили с работы а люди с работы приходят и искупаться им надо и покушать приготовить и хоть они как бы там сколько бы там на цыпочках не ходили шопотом не разговаривали но все равно вот такой же я человек что все слышу уши локаторы что сделаешь вот и я покупала себе беруши но они мне не особо помогали ну тогда была помоложе вот и к сожалению нет так так валентина семеновна я не не смогла спать заткнутыми ушами у нас ведь давление сосуды возраст и просыпаешься с больной головой лучше поломку узнать и исправить я хочу своему знакомому позвонить и спросить что нужно сделать для ее устранение что скажет ирине мастер сравним потом мой же мастер не заинтересованный ну спасибо вам валентина семенова семеновна за то что вы вот такой отзывчивый человек а вязание всегда радует и поднимает настроение мохитос ветерок не мне понравился я представляю как он переливается мы же это не видим и все остальные процессы наверняка будут хороши вот увидите но как бы стараюсь в первую очередь чтобы мне нравилось вязать да ну имеется ввиду что когда я одеваю мне нравилось на себе потому что если мне не будет нравиться как я буду ходить по улице вот елена довыденко привет ирина сейчас посмотрела видео с большим удовольствием хочу сказать по поводу учителей на твои видео люди но будьте добрее в жизни столько всего интересного радуйтесь каждому прожитому дню наблюдайте за природой животными и так далее ну хватит уже получать но не нравится пройдите мимо я смотрю ирина ирина твои видео где ты показываешь цветы но глаз просто не отвести а еще когда говоришь что они так пахнут и я аж чувствую запах этих цветов да чего ж красиво радуйтесь живите творите добро и жизнь будет немного интереснее леночка спасибо тебе большое за такой замечательный комментарий знаешь я хочу сказать мне кажется хоть призывай этих людей хоть не призывай если человек не настроен на это вот обратите внимание вы раньше ну допустим к примеру некоторые сейчас даже не обращают внимание потому что им просто некогда обращать внимание на облака на там на листочки на цветочки и прочее прочее я например пока не вышла на пенсию пока не стала снимать видео тоже всегда идешь сломя голову несешься то утром рано пока темно идешь то вечером поздно когда уже тоже темно и не видел как говорится белого света у многих жизнь продолжается и так кто-то там своими проблемами загружен или еще там до сих пор работает на к примеру рано встает кто-то в деревне живет нужно встать хозяйство пока управишь пока огород пока то какой там листочки цветочки и прочее прочее а по поводу того что быть добрее но если человеке это не заложено ты его хоть призывай хоть не призывай да я не знаю нет то что ты говоришь все верно я тебя поддерживаю это сто процентов нужно быть добрее это несомненно но мне кажется что это обращение в пустоту я вот в каждом видео говорю о том что люди добрее 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 ну уже восемь лет говорю а толку все равно мало так так Вера Каратенко здравствуй Ирочка это называется говор да в разных даже частях нашей области он разный потому что были переселенцы отовсюду в нашу область заселялись земли вот и получается что везде говор разные у папы например на малой родине переселенцы из Тамбовской губернии вот например ковшик для бани а там говорят корец а еще Петька Васька с Яном буква на Яна на конце упор больше того я нигде в области не слышала так еще раз на букву Я упор больше такого я нигде в области не слышала у мамы на родине более чистый говор приближенный к московскому ну да где-то кто-то окает кто-то акает я вот тоже слышу как Оля я выскочила с головы мама дорогая Курунова Оля Курунова разговаривает у нее что же свой там говор они так все разговаривают и она постоянно себя поправляет ну не знаю я а мне нравится как она говорит своеобразно так Нина Ножнова смотрю на дзен и пусть мои видео смотрят на дзен кто может я всех своих тех которых раньше смотрела кто живет там в России я всех смотрю на дзен всех абсолютно мое утро начинается с того что я вначале захожу на дзен смотрю комментарии смотрю видео кто что выставил и потом иду уже на ютуб вот и я говорю что сейчас для меня дзен гораздо интереснее чем ютуб стал это не значит что все должны прям делать так как я каждый делает так как ему нравится правильно же но я благодарна всем тем кто услышал мой призыв и перешел на дзен огромное спасибо даже вот после последнего моего видео когда я болталочку такого рода снимала и там тоже отвечала на комментарии и еще несколько человек пришли и отписались что они пришли на с ютуба сюда что типа не знали что здесь мне лучше ну в том смысле что монетизация идет на дзене а на ютубе не идет спасибо вам большое огромное за это конечно же Люда Денисова Ирина здравствуй у меня сейчас дочка с внуками в гостях в том году доча приезжала только со своими детками а в этом раз взяла племянницу с собой может помнишь по видео когда я в первый раз начинала красить пряжу и мы с ней вместе красили но если честно надо пересмотреть потому что я видела но ты знаешь не запечатлелась у меня столько всего смотришь может ну как бы я вот же смотрела твою распаковочку я видела там твоих внуков ну и до этого я же смотрела как вы там бытуете скажем там так недавно Катерина пересмотрела те видео и смеялась сама над собой говорит бабушка какая я была болтушка так я хотела сказать по поводу сна приходится вставать рано чтобы успеть управиться и приготовить им завтрак пока не спят а завтрак начинается у нас с манной каши и тут же запариваю курочкам кукурузную кашу и найди собачки ставлю кастрюльку чтобы приготовить ей суп на два дня это уже три комфорты время ранее а уже в кухне становится жарко ну а что делать потом ведь и основное что-то надо приготовить чтобы на день хватало хватило и так часов до 11 а то и до 12 готовлю хорошо что поставили сплит до того момента как началась жара конечно температура в доме или квартире играет большую роль и здоровье и настроение когда комфортно и делать что-то хочется а по жаре не то что лень а вот это состояние как прострации какой-то хотя знаешь первые дни когда включали сплит я умудрилась заболеть внуки ничего а вот из-за того что слабый иммунитет меня прихватило кашель по сей день еще присутствует надо было сразу отрегулировать температурный режим чтобы была приятная прохлада а мы на радостях выставили на 18 на 16 на той неделе решили с дочкой поставить на 20 и то мне кажется что можно на 21 22 поставить так что Ирина ты права у нас на юге без плита никак нельзя никакой вентилятор не поможет если за окном за 40 а то и выше здоровье тебе дорогая с удовольствием послушала тебя про пока машинка стирает и я вяжу и слушаю тебя видео сейчас снимать не получается от слова вообще а что делать четверо внуков и каждый из них требует своего внимания да и при таком шуме снимать невозможно но ничего с сентября месяца начну работать по полной программе здоровья тебе побольше радостных мгновений Люда я уже говорила что я те годам тоже выставляла там 16 ну у меня не 16 а у меня 17 у тебя 16 там у каждой фирмы у каждого кондиционера своя низкая температура у меня например на кухне 17 а в комнате 16 18 вот и и вот это он у меня молотил а я сейчас выставляю 25 выставила и там и там и получается что вот этот который у меня в комнате сплит он быстро нагоняет и быстро остужает до не до 25 а вот к примеру до 20 градусов в квартире прохладно становится а вот этот сплит который у меня на кухне он что-то плохо холодит не знаю может быть что-то там в самом кондиционере но он зато поддерживает то есть вот как у меня подостыло до такой температуры ну вот он 23-25 держит у меня то есть здесь в комнате и там в комнате но чтобы он работал на постоянку вот тогда у меня комфортная температура вот ну а вообще рекомендуют выставлять на 25 спасибо Люда за такой большой комментарий по поводу того что ты говоришь шумно и снимать никак вот ты купила новый телефон там мне кажется есть встроенная камера нет не камера а киностудия если нет встроенной то можно скачать и озвучивать уже непосредственно когда ты видео редактируешь делать озвучку убирать звук посторонний и просто я по-моему у тебя видела такие видео когда ты просто уже по снятому видео там наговаривала многие так делают и нормально смотреть так что подумай над этим потому что конечно я понимаю что это тяжело все совмещать но ты опять упустишь момент что у тебя люди опять разбегутся потом их по новой опять собирать это очень тяжело так Валентина Семеновна результаты видны когда встаешь рано надо им не режим менять а то вечером не утолкешься а утром не разбудишь я вот сегодня встала в 4 часа я вот никакая вот вы не представляете я хожу как сонная муха мало того что погода давит так еще не выспавшаяся и такая всем я же общаюсь со многими я имею ввиду с теми которые самые-самые близкие ко мне и всем говорю захочу спать лягу а вот сама уже время сейчас у меня 4 часа я так же и не прилегла не знаю что во сколько я там вечером во сколько меня мой организм уложит во столько и лягу ну надо мне что-то выпить наверное по типу чаечка какого-нибудь такого который бы меня разморил бы потому что что-то это как-то ненормально я вот могу таким образом выбиться из сна у меня может начаться бессонница я за этим слежу потому что у меня была хроническая бессонница это не дай не приведи никому господь так мохито сидит на тебе прекрасно я рада что у тебя есть такая вещь одевая которой ты радуешься и будешь радовать нас спасибо большое за ваше мнение и за то что вы вот так вот пишите такие замечательные комментарии и дальше а вот что делать макияж и прически для себя я не согласна когда работаешь на людях и для них тоже когда я приходила на работу и не успевала накраситься то спрашивали а что случилось ты плакала и почему а когда ты делаешь ген уборку и зачем это делать и если не накрасилась то хуже стало нет я так думаю но понимание у каждого свое мнение на этот счет да я же говорю раньше я всегда накрашенная была утром вставала красилась вечером умывалась потому что неизвестно в ситуации жизни тогда у меня были разные мне надо было быть всегда на готове а еще для мужа быть всегда в порядке чтобы не сбежал и другой не нашел всегда старалась а вот когда гуляли в компании то старалась быть неотразимой лучше всех а как вы думали 50 лет удерживать все в этом ритме молодец Валентина Семеновна ой ну а сейчас когда встаешь с постели и тошно на себя смотреть иногда а ему все равно он рад чтобы ты вообще есть то немного я подкрашиваю чтобы сходить в магазин или еще куда молодец Валентина Семеновна правильно говорите да Валентина Семеновна 22-го по-моему было 50 лет супружеской жизни представляете 50 лет с мужем прожить это вообще молодец медаль надо повесить ну вообще по-моему вот там я не знаю главы или кто когда столько проживает вместе по идее там чем-то награждать должны Екатерина Новосибирск Ирина здравствуйте как всегда с удовольствием посмотрела и повязала под вашу болталочку вяжу круглую кокетку учусь распускала три раза фалдит на спине и все прям бесит ну ничего я все равно ее свяжу но пока отложила переключилась на другое изделие с ализет гивы хотя так делать не люблю про мочалку вы говорили что растение называется люфа она как лиана из семейства тыквенных растет и в Африке и в Азии как губка при намокании становится мягкая и приятная надо тоже такую прикупить забыла что это классно да вот я мне сейчас не попадается нигде я бы вот такого рода купила но не сейчас мне собственно она не нужна это у меня еще в нормальном состоянии потому что я ее допустим искупалась тут же простернула высушила и она у меня в хорошем состоянии вот поэтому спасибо у вас вам за то что вы вот рассказали честно все же сейчас всю информацию можно найти в интернете но у меня даже мысли не возникало потратить на это время чтобы найти как называется это растение потому что ну вот вы рассказали ну то есть пришла мысль во время того как я допустим снимаю видео да я развернулась а после этого у меня столько мыслей разных в голове что я тут же про это и забыла спасибо что вы есть у меня в сети которые и название цветов пишите и вот такого рода название говорите и прочее знаете я может завтра про это забуду но все равно хоть какая-то информация промелькнула в голове и то хорошо Светлана Мартюшина мохито супер замечательно сидит стрижка молодит и вам она идет не зря же у вас раньше уже была такая прическа я тоже вчера была в парикмахерской навела красоту у нас правда половину дешевле зато черешни 500 рублей огурцы за сотню а помидоры с перцем так вообще 280-320 все равно помидорчик покупаем благо огурцы уже пошли свои так глядишь и до помидоров дело дойдет всего хорошего здоровья благополучия да у людей уже помидоры по 45 рублей или по 50 а у нас еще пока дорогие помидоры хотя мы живем на юхе по идее у нас цены должны быть подешевле спасибо что напомнили про черешню я такая голодная что про нее и забыла сейчас надо достать и поесть а то так она у меня и пропадет у меня сегодня как бы не здоровится я с утра съела беляш разогрела и в обед съела одно яйцо с того что варила на окрошку и попила кофе с печенькой с одним вот и все уже время пятый час ну сейчас окрошку сделаю поем но мне есть не хочется на самом деле вот сейчас даже есть вообще не хочется но часов пять шесть все равно захочется Ольга Андрякова здравствуйте Ирина новая кофточка мохито просто восхитительная вам очередь идет у меня тоже есть такого цвета лючия интересно получается узор на вашей кокетке возьму на вооружение спасибо за ваше творчество дальнейших вам успехов и конечно же здоровья да кстати вот вы знаете все таки вот говорят что собирает интернет и рекомендацию дает вот куда мы там тыкаем да что там себе копируем опять сегодня утром смотрела несколько вариантов этой этого узора еще мне попалось кофточки другие разные прочее вот видите сейчас двойную петлю провязала я укороченными рядами вязала несколько рядов чтобы как типа росток не знаю так как я вяжу первый раз нулевой реглан это раз во вторых v-образный вырез сверху не знаю будет подскакивать не будет еще наверно провяжу росток просто так потому что я боюсь что мне не хватит так как есть же вот это вот сутулость присутствует поэтому нужно я ростки всегда большие делаю вот поэтому боюсь что наверное маловато из этих поворотных рядов сделала ой выскочили петелечки так сейчас друзья мои а то у меня улетит вот этот процесс тартарары Людмила Денисова Ирочка здравствуй розовая кофточка можно назвать ягодный коктейль стрижка отлично тебе очень хорошо спасибо большое Людочка за твою версию за то что смотришь находишь время мои видео прическа у вас просто супер все ваши вязалочки замечательные пишет Галина Меркулова почти как Маркелова так ну что дорогие друзья на сегодня я наверное закруглюсь потому что я не знаю сколько я там наговорила уже через день мы с вами еще встретимся и продолжим наше общение как всегда я говорю если вы будете писать комментарии то будет продолжаться наше общение в таком ракурсе вот поэтому пишите комментарии делитесь своим опытом рассказывайте рецепты вкусные вот сейчас пошли кабачки все равно же кто-то живет и на югах у кого-то там конечно еще завывает в юга у кого-то уже свои помидоры огурцы возможно в теплице и кабачки и прочие овощи друзья мои какие-то свои фирменные рецепты пишите мы вместе с вами приготовим я буду готовить а вы будете смотреть впечатляться и тоже будете готовить потому что ну хорошо когда ты допустим знаешь можно конечно посмотреть в интернете много всего но у каждого конечно же есть свой какой-нибудь такой особенный рецептик точно так же я жду любые лайфхаки или еще что-то пишите пишите будем читать будем делиться рассказывать друг другу как мы раньше все это делали да я так думаю не стоит напоминать о том что информации раньше было мало и у нас у всех практически женщин была своя кулинарная тетрадка да в которую можно было заглянуть я кстати сегодня ящик раскопала на балконе тот три года он у меня стоял закрытый я сегодня его ну я знала что он где он у меня стоит все я его просто до него руки не доходили за ненадобностью там у меня все раритетные тетрадки лежат мои дневники тетрадки такие бытового характера где я там что-то где-то записывала и так далее вот вот и я с большим удовольствием сегодня полистала их вот так что жду ваших комментариев конечно не забывайте ставить лайки и я с вами прощаюсь совсем ненадолго до новых встреч до новых видео с вами была ирина я не знаю но это что это я